У нас сегодня в гостях, друзья, коллекционер, обладатель великолепной новогодней коллекции. Да, правильно, Илья. И о старинных игрушках нам сегодня расскажет Иван Плетнев, коллекционер новогодних елочных игрушек и Дедов Морозов. Доброе утро. Доброе утро. Вот честно смотрю на твои игрушки и как будто оказался в своем детстве. Вот у меня все это было практически. Ну давай начнем. Если честно, увлечение очень необычное. Я первый раз встречаю человека, который коллекционирует именно новогодние игрушки. Расскажи, Иван, как к тебе пришло эта любовь к этому занятию? Ну, Новым Годом я все время люблю и постепенно решил разнообразить. Своя коллекция домашняя семейная была маленькая, а хотелось как-то увеличить ее, и из-за этого решил искать, собирать. А коллекционировать прямо с самого детства? Нет, коллекционирую где-то 4 года уже. Вань, а можно взять в руки этого Деда Мороза? Давно я не держал ее в руках. Да, пожалуйста. Насколько я знаю, ведь эта игрушка какого года? 70-х. 70-х годов, вот представляешь. Ничего советским детям не нужно было, кроме вот такого Деда Мороза. А какая она душевная? Согласен. А сделана из натуральных материалов. Вата, бумага. И попемоши. И попемоши. Все. Иван, вот расскажите, пожалуйста, может быть, есть из представленных игрушек какая-то, может быть, самая-самая дорогая, необычная, редкая? Ну, из дорогих, наверное, картонажная сюрпризница, в которую раньше ложили... Конфетки? Конфетки. Ой. И был подарок для детей. Насколько я знаю, что она сейчас очень дорого стоит. Да. Сколько? Они ценятся и, бывает, до 5 тысяч доходят. Ничего себе, можно посмотреть? Ой, это слишком дорогая вещь, чтобы отдавать ее так просто в руки. Вроде бы такая простая. А вот это. Друзья, я сейчас попрошу операторов навести вот на этот домик. У кого не было такого домика, скажите мне, в Советском Союзе. У каждого, у каждого был такой домик на елочке, Иван. Да. Иван, сколько вот сейчас в вашей коллекции, сколько игрушек насчитывается? Ну, если считать только старинные, то где-то около 500. И если добавлять еще современные уже, которые продолжаются все-таки у нас в России еще делать, то уже, наверное, к 7 местам будут приближаться. Вы их применяете в дело? То есть вот вы наряжаете ими елку на этот год? Или все-таки это прям такая отдельная коллекция, которая стоит на определенной полочке или хранится в каких-то коробочках? Не, мне кажется, что у Ивана елка круглый год не убирается. То есть есть специальное место новогоднее. Да нет, убираться-то убирается, но обсуждение-то идет круглогодично. Коллекционеров очень много, в социальных сетях общаемся, и каждый делится чем-то, кто-то что-то подсказывает. Даже так? Да, так. Ваня, а где ты пополняешь свою коллекцию? Может быть, в каких-то интернет-магазинах? Ездишь на какие-то специальные распродажи? Может быть, как это, барахолки вот назывались раньше? На барахолках, да, интернет-аукционы есть. Часто выигрываешь? Бывает, да. Вот из последнего, что принесло тебе удачу, что выиграл? Может быть, можешь показать? Дирижабль недавно. Ой, красота. Вот, но он в 50-х годов стеклянный. СССР, символика. Потому что такой дирижабль летел когда-то над Кремлем, представляешь? Люди смотрели СССР, Союз Советских Союзных. Да, ну вот со старинными игрушками так более-менее понятно. А вот следишь ли ты за современными технологиями, вот что сейчас появляется на рынке у нас? И как ты относишься, да, к современным новогодним игрушкам? Ну, смотря каким. Если пластик, то мне не очень нравится, а все равно больше душа лежит к стеклу. Ну, сейчас очень много стекла вот этого китайского, который продается на каждом углу. Сейчас просто все шары, шары, да. Он не смотрится, все равно он не дает такой души, как наши. У нас есть в Подмосковье завод, который еще продолжает работать. Он работает уже больше 165 лет и выпускает игрушки, также стеклянные. Стеклянные, да? Технология, в принципе, также сохранилась старая. Она подразумевает выдувку из форм, а роспись идет вручную. Вот я сейчас, можно возьму вот эту игрушку? Я помню, проблема была у этих игрушек каждый год. Постоянно что-то отламывалось. Вот, отломалась вот эта именно держалочка, да? Прищепка. Прищепка. Вот маленькая недоработка. Вот я слышала, что ты даже реставрируешь игрушки. Да. Это правда? У меня есть одна, которую я сегодня принес показать. У нее было, это какова не из серии. У него было отбито предплечье. Даже сейчас не скажешь, что что-то с ним случилось. Отбито предплечье, но из-за того, что игрушка... Так что, дорогие наши телезрители, если у кого-то... У старой игрушки, которая вам очень дорога, что-то где-нибудь отвалилось, можно обратиться к Ивану. Да, или, может быть, вы не знаете, где хранить ее, и хотите кому-то вручить эти старые игрушки, я думаю, Иван с удовольствием примет в дар... Да, конечно. ...ваши старые новогодние игрушки. Вот, Оля, посмотри вот на эту игрушку. Как думаешь, это из какой вот страны персонаж? Наверное, из Якутии. Из Якутии, наверное. Ну, это Даренка, и причем это серия. Это серия? О, это даже серия. Это серия, и еще одна, третья... То есть это Дед Мороз и Снегурочка откуда? Якутия? Это не Дед Мороз, это Какованя. Это сказка Божова «Серебряная копытца». Вот оно как! Оказывается, еще и у каждой, и у каждых игрушек есть своя история. Вот здесь я сейчас положу, вот эти аккуратно, потому что ты чинил этот год, а я вдруг не разбить буду. Это Муренка как раз тоже из сказки, и этой же. Вот понимаешь, Оля, вот вроде бы, вот цена копейка, да? Что это, стекло? Ну вот держишь в руках, и есть какая-то история у этой игрушки, какое-то тепло. Надо потом проверить твои карманы, Илюша, потому что я смотрю, ты так смотришь уже на эти игрушки, что не стащил бы тебе что-нибудь на этот Новый год. Да, ситуация такая. Иван, вот такой еще вопрос. Что вот это? Это керосиновая лампа. Ой. Это современный прототип. То есть это современная игрушка? Да, это современная игрушка. В Московской области она выпущена. И можно сказать, репринт старинной игрушки. То есть вот эта была раньше выпущена. Также похоже. То есть современные заводы даже продолжают еще что-то делать по-старым. Слушай, а ты не сталкиваешься вот с такой проблемой подделок? Может быть, кто-то тебе говорит, ой, смотри, вот да, новенькая, старенькая игрушка, вот она так хорошо сделана, бери 50 тысяч. Как ты различаешь, сделана она, допустим, 50 лет назад или 20? Есть какой-то способ? Кажется, уже интуиция. Да, и интуиция, и по окраске. Иногда больше на окраску делают внимание и ставку. Что вот это, когда слишком яркое, это уже задумаешься, не перекрасили ли ее. И стоит ли такую убрать игрушку? Иван, спасибо за новогоднее настроение. Вот у меня, правда, настроение стало новогодним сегодня. Может быть, есть кого-то поздравить с Новым годом, с наступающим? Пожалуйста. Да, я поздравляю, во-первых, весь Ярославль, всех, кто меня знает, вас поздравляю с Новым годом. Иван, спасибо большое. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что пришел, спасибо, что принес эти удивительные игрушки, как будто окнулся в свое детство, правда. А ну что ж, а мы продолжаем самое доброе утро. Субтитры подогнал «Симон»